несмотря на то что я уже был в салоне lamborghini все равно это абсолютно другие ощущения когда ты оказываешься за рулем в самом конце этого небольшого обзора мы вытворим небольшую дичь еще раз выражаю благодарность людям кто подсказал это место потому что она действительно фантастическая такая прям классическая пустыня хорошие дороги при том суть в чем эта дорога была построена вокруг нее должен был быть город но в итоге постройку города забросили и осталась только дорога что не может не радовать и соответственно вот такой вот пустырь вокруг но вернемся к машине за прошедший день я так немножко уже разобрался что к чему по работам в салоне по работам кнопочек в салоне реально я вот первый раз сел за руль и 1 минут 20 я разбирался что где какие кнопочки находятся и как включается передняя передача и соответственно сейчас все эти моменты я вам постараюсь озвучить первую очередь что бросается это место в салоне это его spider и здесь меньше места в салоне чем в обычном хуракане на котором я катался потому что здесь у нас складывается крыша и чтоб вы понимали вот сидение стоит практически вертикально у меня рост метр восемьдесят пять и я вот сейчас сяду вы увидите как я как бы ну как я сижу грубо говоря то есть она упирается в стенку я всего уже никуда не могу подвинуть то есть я сижу вертикально сидение это двинуто максимально назад то есть здесь места уже нет вообще она вот упирается и при этом коленки у меня уже практически упираются в руль то есть в этом хуракане хуракане его spider ну как и в остальных spider скорее всего я честно говоря не знаю место в салоне и в частности для водителя меньше чем в обычном хуракане жесткой жестко не складывающийся крышей это первый момент который вот прям сразу мне бросился как стать по ощущениям когда я сел в машину то что я честно говоря немножко охренел от того насколько здесь мало места то есть если у кого там вот метр девяносто или метр девяносто пять это будет вообще нереально именно в спайдер сесть далее первое с чем я смог разобраться это режим переключения на руле у нас есть вот такая кнопочка здесь соответственно три режима они вот так переключаются и у нас меняется приборка обратите внимание режим спорт то есть среднее и режим корса самый злой поднялись обороты изменился звук двигателя и когда мы же на ходу подвеска становится гораздо жестче чем-то как раз напоминает моё rs6 где в зависимости от комфорта или динамик режима меняется также жесткость подвески очень непривычно было управление на руле то есть чтобы вы понимали вот это вот у нас идут поворотники поворотник влево поворотник вправо то есть у нас вот здесь за рулем за рулем у нас находится только лепестки переключения передач никакого управления за рулем у нас нет соответственно вы не можете вот эту штучку да как большинстве машин типа чуть-чуть тронуть и чтоб поворотник проморгал три раза чтобы вам его выключить если вы например перестраиваетесь вам нужно снова вот эту кнопочку нажать управление дворников также происходит на руле вот этой кнопочкой то есть соответственно раз и влево и и ну то есть влево вот так вот ее нажать чтобы дворник перестали работать кнопочка овайки находится здесь же кстати говоря далее здесь у нас настройки круиз-контроля и здесь настройка чтобы настройка приборки чтобы мягкие то режимы еще что то вот то есть тут очень много настроек можно вывести на экран но об этом чуть позже потому что все они могут уходиться у нас вот здесь на дисплее который появился именно в последнем huracan его то есть в обычном huracan на котором я ранее катался на пассажирке этого дисплея еще не было вот это у нас кумблер и каждый отвечает если за свою функцию аварийка и вот это левый поворотник ой поворотник стеклоподъемник то есть он вот здесь и вот здесь у нас находится кнопка пассажирского стеклоподъемника при том довольно привычные кнопки открывания закрывания салона и регулировки зеркал находится на своих местах здесь у нас находится также тумблер отключения стабилизации и тумблер парковки но парктроников точнее то есть если нажать у нас вот здесь выводится картинка по парктроникам и вот здесь у нас при включении задней передачи выводится картинка с камеры но почему-то почему-то он сейчас пишет что задняя камера недоступна теперь перейдем вот к этой панельки и начнем с главного с кнопки старт-стоп по факту вот эта крышечка которая как истребители она но если у вас не сильно толстый палец никаких ограничений не дает но смотрится это естественно эффектно и когда вы заводите машину вы можете сделать вот так завести машину услышать прекрасный звук двигателя снова закрыть эту кнопочку и соответственно передвигаться но для этого вам нужно сначала включить передачу и вот вот этот момент я не знал как делать и мне я этот момент узнал только с помощью друзей когда к нему обратился объясняю у нас вот здесь есть рычаг переключения передач если вы кнопочка r да потяните его на себя включится задняя передача кнопочка p соответственно парковка и кнопочка m это режим механики либо автомата ну коробки передач то есть вот этот рычажок он никак не двигается эти кнопочки никакие функции не выполняют как же включается передняя передача если здесь где все передачи находятся это невозможно сделать все очень просто мы должны правым лепестком сделать переключение передачи и тогда у нас включается соответственно первая передача если вы хотите включить заднюю либо паркинг то соответственно вот у вас задняя вот паркинг и опять же покажу соответственно вот чтобы включить переднюю передачу и начать движение вы должны на себя потянуть правый лепесток с этим моментом я очень долго разбирался потому что я не знал что здесь это так реализовано и я очень долго не мог понять как же в этой машине начать ехать тоже такой довольно забавный момент получился также рядом с рычагом переключения у нас находится еще две маленькие кнопочки одна из них это открывание заднего стекла это у нас складывание и соответственно как правильно сказать складывание раскладывания крыши вот так выглядит наш его spider без крыши сами видите что естественно без нее гораздо более красиво и эстетически более приятно машина выглядит но проблема в том что в дубае сейчас очень жарко и я езжу вас нас поднятой крыши чтобы кондиционер хоть как-то охлаждал салон поэтому соответственно сейчас я подниму ее обратно и продолжим снимать иначе но здесь такой жиры можно просто погибнуть я же элементарно хотел вам показать что без крыши машина выглядит гораздо более красиво чем с ней также хочу добавить что эта функция складывания раскладывания крыши работает на скорости до 50 километров в час то есть все это вы можете делать на ходу также обращу внимание на дверь точнее на строчку на ней в цвет автомобиля и естественно также строчка в цвет автомобиля у нас присутствует на сиденье с надписью ураган эло все это выглядит очень очень гармонично и красиво и и и и и и и обращу внимание что здесь у нас двигатель крутится до восьми с половиной тысяч оборотов то есть я когда вчера катался мне этот момент был очень непривычный потому что у меня же на риски примерно там 6 700 6 800 это уже переключение здесь же мотор крутится у нас до восьми с половиной девяти тысяч и вот этот момент он поначалу очень непривычен а в режиме курса в самом угоночном режиме переключения идут только ручные на вами то есть тут нет как такого автоматического спортивного режима полностью ручные переключения и так поехали есть 200 есть на есть на двадцать но 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 это кайф конечно ощущение вообще другие абсолютно не как на резке и она из-за того что она очень жесткая на скорости каждую почечку каждую неровность ты прям чувствуешь ты по ней немножко как бы прыгаешь ну и конечно звук звук мотора вообще что то с чем то но ну отдельное внимание хотелось бы уделить капоту и багажнику хотя точнее у нас багажник находится спереди а капот по идее сзади так как мотор у нас расположен сзади очень горячее железо так у нас сейчас плюс 50 градусов может и больше по крайней мере машин вообще покажут из 54 но в принципе это вполне логично что мы на повесе в дубае когда еще и пустые но вернемся опять же к машине вот в принципе все что у нас из себя представляет багажник вот такой небольшой отсек куда можно буквально я не знаю пару рюкзачков поставить я хотел перейти к главной особенности не только это на принципе всех lamborghini но здесь меня ждало небольшое разочарование сейчас объясню почему потому что вот здесь у нас крыша открывается только вот так и все что мы видим здесь это все это происходит почему то есть не почему на обычных урагана крыша открывается крышка багажника точнее открывается полностью все потому что здесь у нас складная крыша которая все оставшееся место у нас сжирает и поэтому здесь мы не можем открыть крышку моторного отсека и поставить полностью двигатель а можем сделать только вот так потому что все оставшееся место у нас выделено под крышу черта по которую можете узнать автомобиль издалека это ну помимо очертаний целом кузова да это вот такие бампера на обычных ураганах они идут другие там идет цельный воздухозаборник да то есть вот эта вся ниша она идет как цельная грубо говоря здесь же вы видите вот это разделение ребрами оно есть только на последних ураганах и самое главное несмотря на то что мотор на помощь построить не удалось здесь он идет более мощный чем на обычной версии паракана у нас в принципе в целом идет тот же мотор в 10 но здесь он уже развивает 640 лошадиных сил завода надеюсь я все правильно сказал если спицы по lamborghini здесь присутствует можете также меня поправить разгоне по прямой в принципе все понятно и довольно стандартно да помимо звука и полученных эмоций но абсолютно другая картина и наибольшая разница ощущается на этой машине в поворотах либо когда на ней прыгаешь в потоке и чтобы ты с ней делал она всегда будет успевать повторять за тобой и всегда будет настолько щетко стоять на дороге что не будет ни капли сомнения о том что она что-то не может сделать и на самом деле соответственно это очень опасно потому что прежде чем что-то такое делать нужно к машине чуть-чуть привыкнуть потому что иначе эта иллюзия контроля она может вас погубить эта машина может много но вы должны понимать где ее предел потому что иначе вы просто улетите я сейчас еду на такой короткий участок дороги где есть таких два хороших поворота без камер попытаюсь пройти их на скорости и может быть на камере хотя бы в какой-то степени отобразится то на что эта машина способна что бы вы понимали вот этот поворот мы сейчас проходили чтобы вы понимали вот этот поворот мы сейчас проходили на скорости 190 а и и и и и до 50 скорость и и и и и и и и и ну а здесь уже камера примерно вот так рулится ламбо я не знаю понятно ли вам было по видео но это просто космос какой-то я бы очень хотел на этой машине оказаться на треке после того как поездил там на ритм 6 потому что вот эта машина может там вытворять просто фантастические вещи я не знаю надеюсь хотя бы чуть-чуть я надеюсь хотя бы чуть-чуть по камере вы поняли на что эта машина способна в поворотах ну и сейчас друзья в самом конце этого небольшого обзора мы вытворим небольшую дичь и ну а на этом пожалуй я заканчиваю свой небольшой если это можно назвать обзор вроде как по салону рассказал по мотору рассказал немножко повалили послушали выхлоп пожгли даже немножко резины надеюсь что информация это будет хоть кому-то полезно кто соберет себе эту машину купить хотя этого таких людей не так уж много но тем не менее надеюсь это было для вас интересно потому что автомобиль крайне интересно крайне экзотический и я думаю что в принципе на этом мы заканчиваем этот выпуск и а и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok